Резонансная история стала для Юлии Ветровой переломной. Напомним, в октябре на глазах ее дочки терьер при попустительстве хозяина разорвал любимого питомца семьи. Чтобы заботиться о животных, Череповчанка в этом году создала некоммерческую организацию «Быть человеком». Недавно к ней обратились зоозащитники, которые сообщили о плохом содержании животных в сети зоомагазинов. Там содержатся животные, которые продают ненадлежащие условия без поилок, без домиков, животные в стрессе. Многие девочки, зоозащитницы, просто волонтеры, вынуждены были выкупать животных. Животные продавались без свидетельства из ветеринарной службы. Не выдавался товарный чек, который обязательно необходимо выдавать при покупке любого животного. В одной из точек этой торговой сети на Архангельской волонтер выкупила сову, не смогла вытерпеть мучения птицы. За ветеринарной помощью пришлось обращаться к сотрудникам Дарвинского заповедника. У сплюшки частично удален клюв, на голове потерян перевой покров. Сейчас сова уже ест с руки, рассказывают зоозащитники. Сегодня активисты вместе с народным контролем провели контрольную закупку в отделе на Насеткино. В коробке джунгарский хомяк. Не указано ни на именование. Вообще, что мне продали, не указано. Товарный чек не дали, никаких ветеринарных документов не дали, никакой инструкции по уходу тоже не дали. Ветсправок и сертификатов на грызуна в магазине не оказалось. Документы можно запросить у руководства, говорит продавец, и товарный чек выдают по просьбе покупателя. Женщина рассказывает, этому джунгарику две недели родился непосредственно в магазине. О здоровье животных можно судить по их внешнему виду. Во-первых, его аппетит. То есть он прекрасно кушает. Но не надо ждать здесь и смотреть, как он кушает. Сколько по времени? Час, два, двадцать, двадцать. Я понял. Дальше. Стул. Стул тоже. Я могу показать. Да, сейчас он был стул. Ну, стул. Я могу показать, как он кушает. Хорошо, дальше. Смотрите, что у них есть диарея, как и видно. Внешние признаки – это шерсть. То есть он не лохматый и не облезвый. Можно открыть. По словам общественников, у каждого зоомагазина должен быть заключен договор со спецавтотранцем на утилизацию умерших зверьков. В этой точке, судя по всему, об этом не знают. Недавно продавец похоронила попугай на своей даче. Умер здесь. Да, умер здесь. Он просто переехал и, видимо, не перенес перевозку. Адаптацию. Адаптацию, понятно. Адаптацию, да, не прошел. Я его конкретно взяла в коробочку, привезла к себе и похоронила. Помимо хомяков и рыбок, в магазине продается и экзотическое животное – игуана. В террариуме, где ящерица обитает, нет градусника и невозможно отследить температуру и влажность воздуха. Здесь не соответствует положенным нормам. Здесь просто название – игуана обыкновенная. Здесь нет никакой информации о содержании. Откуда она, да? Откуда она, чего, как ее содержать. То есть это тоже правило нарушено. Несмотря на ценник в 9 тысяч рублей, сотрудница магазина заявила, что игуана выставлена не для продажи. В это время нашелся и просроченный корм для щенков. Вот найден товар просроченный. Срок годности вышел у него 2 декабря 2019 года. Народный контроль впервые за 5 лет своей деятельности проверяет зоомагазины. И работа по таким торговым точкам теперь будет продолжаться, уверены активисты. Закон защиты прав потребителей, мы его знаем, никто его не отменял. Потребовать тот или иной документ на животное. Не просто взяли, а вдруг оно больное действительно. Укусит ребенка и так далее. Установить животное, покупать для детей. А продавцы зачастую сами не знают, что они продают. Сейчас общественники направят заявление о деятельности зоомагазинов, прокуратуру, Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Александр Шагичев, Анатолий Холли, Новости.